МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал ИВИДНОЕ ТВ новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Борьба со стихийными свалками в Ленинском районе продолжается. На этот раз в микрорайоне Восточная Бутова. Сегодня сделаем отвалы, чтобы сюда не попадали машины. Госжилинспекция провела необычную акцию во дворе одного из домов жилого комплекса «Май». Житель сейчас неравнодушен. Жители сейчас стараются участвовать в управлении дома. Сотрудники Центральной детской библиотеки устроили праздник для ребят из пришкольного лагеря «Космические дали». Это слово каждый знает. Ни на что не променяет. К цифре сей добавлю я, получается... Семья! В микрорайоне Восточная Бутова ликвидирована очередная стихийная свалка. Из лесополосы вывезено 20 машин отходов. Но на днях неподалеку появилась еще одна около деревни Боброво. Неизвестные свалили около 200 кубометров мусора. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Новостью о появлении стихийной свалки в лесу около микрорайона Восточная Бутова и деревни Лопатина местные жители стали делиться еще в начале прошлой недели. Сначала одна была куча. Запах появился, который, собственно, и сейчас есть. Жители озаботились тем, что начали расти эти кучи. Соответственно, стали бить тревогу, писать. Зачастую мы обмениваемся сообщениями в ВКонтакте, в чатах. И новость расходится очень-очень быстро. Жители сразу начали жаловаться и писать на портал Добродел. В минувший понедельник депутаты прямо на месте провели совещание с региональным оператором, представителями подольского лесничества и администрации сельского поселения Булатниковское. Был определен перечень работ, после чего в течение двух дней весь мусор вывезли. Спасибо большое оператору, который перевозил. Двое суток занимался тем, что возил суда порядка 20 машин. Но это действительно большой объем. Это все загрузить, вычистить, почистить, после этого хлам. Контролировали всю эту ситуацию. За два дня вывезли. Сегодня сделаем отвалы, чтобы сюда не попадали машины. Стихийную свалку хоть и ликвидировали довольно быстро, но удушливый запах стоит здесь до сих пор. Остался запах, который даже не то, что запах, а даже глаза режет на сегодняшний день, после уборки двухдневной. Поэтому необходимо привлечь какие-то службы санкт-пендстанции, сделать замеры, ну и способствовать как-то прекращению завоза нелегальных отходов на данную территорию. Для поимки правонарушителей и привлечения их к ответственности было принято решение установить здесь видеоловушки. Впрочем, выяснить, кто устроил в лесополосе стихийную свалку, очень проблематично. Очевидно, одно такое количество мусора явно привезли из какой-то сортировочной станции. Там был очищен он от металла, от дерева, от картонной бумаги. Все, что не ликвид остался, этот мусор был вывезен к нам на территорию и здесь сброшен. Едва успели убрать этот мусор, как появилась еще одна стихийная свалка неподалеку. На этот раз в районе эстакады около Симферопольского шоссе. Сегодня ночью около деревни Боброво появилось еще 10 свежих мусорных куч. Запах стоит такой, что впору надевать респиратор или противогаз. Внешне мусор очень похож на тот, что был в лесу. Не исключено, что действовали те же нарушители. Территория эта не муниципальная, принадлежит группе компаний ПИК. Поэтому и ликвидировать свалку, по-видимому, придется им. По строгим контролям администрации и местного лесничества. Екатерина Борисова, Александр Будников, Ольга Садовская, Видное ТВ. Во дворе одного из домов жилого комплекса «Май» прошла акция госжилинспекции. Такой формат встречи коммунальных служб с жителями был опробован впервые. Подробнее о мероприятии расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. В выходной день жители жилого комплекса «Май» смогли совместить приятное с полезным. Принять участие в развлекательных мероприятиях и задать интересующие их вопросы работникам сферы ЖКХ. За чашкой чая или кофе во время проведения акции «Школа ЖКХ нашего двора» владельцы квартир жилого комплекса «Май» могли встретиться не только с руководством своей управляющей компании, но и с представителями администрации муниципалитета, госжилинспекции и регионального оператора по вывозу мусора. Людей очень волновали вопросы периодического отключения водоснабжения и качества воды на водозаборном узле. В ПТО ГХ, это у нас администрация Ленинского района, в принципе, можно запросить расшифровку составляющего воды. И у ПТО ГХ надо посмотреть планы по реконструкции тех или иных участков. Это можно уточнить. А это как-то повлияет на проблему качества воды? По крайней мере, вы будете узнать, когда реконструкция. При реконструкции качество воды, соответственно, улучшается. Благодаря проведению множества мероприятий по теме ЖКХ, население стало больше разбираться в вопросах обслуживания многоквартирных домов. Житель сейчас неравнодушен. Жители сейчас стараются участвовать в управлении дома. И чтобы быть грамотным, им надо, естественно, где-то знание, грамотность подчерпать. Поэтому сейчас везде все согласуется с жителями. У нас и президент, и губернатор говорят о чем? Что житель всегда прав. Новый формат встреч понравился жителям. Очень интересно было пообщаться с региональным оператором по мусору, потому что у нас были вопросы к ним. И в целом, мне кажется, если такие мероприятия будут проводить хотя бы раз в полгода, будет очень здорово. Как выяснилось, в жилом комплексе «Май» выстроен довольно хороший диалог между жильцами и коммунальщиками. В управлении компании работаем тесно. Всегда на связи, по телефону, сообщениями. Общаемся с советами домов. Тоже, если у них есть вопросы, они задают, отвечаем и письменно, и устно. И, соответственно, они уже в свои чаты отправляют, где те люди, которые не могут подойти или обратиться в управляющую компанию, так как также у них рабочие дни, они уже могут ознакомиться на бланке управляющей организации официальным ответом. Госжилинспекция планирует сделать такие встречи ежеквартальными. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Развилковском филиале Центра социального обслуживания «Вера» прошел необычный детский праздник. В нем дети с ограниченными возможностями здоровья встретились со своими ровесниками из детского сада «Сказка». Акция получила название «Солнышко доброты». Более 40 ребят в этот день собрались у Центра социального обслуживания «Вера», чтобы вместе поиграть. И несмотря на то, что погода на дворе совсем не летняя, прохладный ветер вряд ли доставил кому-то неудобств. Если нравится тебе, то и другим ты покажи. Если нравится тебе, то сделай так. Совсем недавно отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья социального центра «Вера» в Развилке отпраздновало три года со дня открытия. За это время здесь создано множество реабилитационных программ. Этот праздник – попытка сделать нечто новое. У меня у солнца сто забот обогреть ваш огород, все цветочки распустить, на веранде погостить. Идея проекта «Солнышко доброты» появилась у руководства Центра и детского сада номер 45 как реализация направлений, заложенных в государственной программе «Инклюзивное образование», когда между обычными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья не делается различий. Когда у ребенка есть какие-то ограничения в здоровье, он, как правило, замкнут, закрыт и старается изолироваться от сверстников. А в данном случае сейчас вы слышите, как они активно общаются, разговаривают, радуются. Программа праздника «Солнышко доброты» подготовлена совместными усилиями сотрудников реабилитационного центра и детского сада. И она довольно разнообразна. Танцы и хороводы сменяются рисунками на асфальте. После совместного исполнения песен – такое же дружное отгадывание загадок. «Как зовется время это? Угадайте, это?» «Его!» «Правильно, наноси!» Глядя на детвору, непосвященный человек и не догадается, что среди них есть дети с ослабленным здоровьем, с задержкой физического развития, с элементами аутизма. Впрочем, даже папа и мамы, наблюдая, как ловко ребятня справляется с заданиями, забывают о различиях. «Они все одинаковые, они дети, и у них нету, среди них не должно быть понятия, что они чем-то отличаются друг от друга. Что они все вместе, они такие же детишки, радуются детству». Ну и какой же праздник без подарков их для ребят подготовила одна из постоянных меценатов реабилитационного центра. «Я их очень люблю, я их понимаю, понимаю, какой труд и педагогов, и врачей, а самое главное – их родителей. Мы не имеем права оставлять этих детей без внимания». Дружба между Центром Веры и Детским садом «Сказка» началась давно. Воспитанники дошкольного учреждения поздравляли детей, занимающихся в Центре и его сотрудников, с праздниками 23 февраля и 8 марта. А акции, подобные этой, планируется проводить уже на постоянной основе. «В планах у нас уже есть проект договора сотрудничества с Центром. То есть мы как бы планируем в дальнейшем сделать это как бы на постоянной основе». Так что впереди у ребятни еще много праздников, подарков и хорошего настроения. «Пусть всегда будет солнце!» Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Программа «Талантливые дети» набирает обороты. Еще один выходной у ребят, живущих в центральной части Видного, стал ярче. Благодаря клоуну Алексу и его друзьям, которые помогли организовать праздник, наш мобильный репортер отразил в своем видео самые интересные моменты. Формат программы на этот раз был несколько изменен. Хореограф Александра Рахвальская провела мастер-класс по танцам. Победитель международных фестивалей и конкурсов в жанре иллюзии Михаил Циталашвили удивлял зрителей фокусами, а саксофонист Андрей Горбунов порадовал слух живой музыкой. Детская центральная библиотека стала точкой притяжения для ребят, отдыхающих в пришкольных лагерях. Среди множества мероприятий, мастер-классы, викторины, конкурсы и игровые программы. Так сотрудники библиотеки устроили настоящий праздник для ребят школьного лагеря «Космические дали». Темой его стала семья, семейные ценности и традиции. Подробнее расскажет наш корреспондент Алена Ключникова. Веселый смех и шумная беготня нарушили тишину детской центральной библиотеки. Но это тот самый случай, когда библиотекари рады такому переполоху. Ведь в гости к ним пришли ребята из школьного лагеря «Космические дали». Ребятам рассказали легенду о Петре и Февронии, прочитали сказку о семье и загадали загадки. Послушаем, это слово каждый знает, ни на что не променяет. К цифре сей добавлю я, получается семья. Также юных школьников ждал мастер-класс по изготовлению открыток в подарок своим родителям. Они самостоятельно вырезали и клеили все детали, но самое интересное для них было создать дом своей мечты. Для этого в их распоряжении были разноцветные фломастеры и карандаши. Я сделала вот такую классную открытку на день семьи. Я ее подарю своей маме, чтобы этот праздник был запоминающимся. После мастер-класса ребят ждал приятный сюрприз. В библиотеку приехала художница по аквагриму. Каждый мог сам выбрать рисунок, который украсит его лицо. Девочки попросили нарисовать полевые ромашки. Я решила выбрать символ нашего праздника – ромашку. А Виктории Недосекиной настолько понравилась работа мастера, что девочка решила тоже стать художником по боди-арту. Мне очень нравится аквагрим, поэтому я хочу рисовать его, когда вырасту. Это очень красивое искусство. Летние смены в пришкольных лагерях – это всегда много нового и интересного. И детская библиотека еще не раз встретит ребят, предложив им поучаствовать в необычных занятиях. Алена Ключникова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.